Geofootball PS 2021 вызывает у каждого человека противоречивые чувства. Нет ни одного человека в мире, который не испытывал в ней радости или вселенскую печаль. Это легко объясняется тем, что в этой игре присутствуют как и яркие моменты футбольного мира, красивые голы, гениальные комбинации, сложные ручные пасы, которые вас могут отправить в экстаз. Игровые режимы, среди которых всеми любимый коп, позволяют действительно насладиться игровым процессом. А режим MyClub, в котором вы можете стать Рубин Гудом, дарив всем подарки в виде очков, или стать карателем, наказывая чемпионов на 95-й минуте. Однако, несмотря на всю эту красоту, EFootball PS 2021 не убил ни конкурента FIFA 21, NBA, NHL, NFL. Что говорить, футбольный менеджер по статистике Steam играет больше людей, чем Psyno. Также не уменьшаются подобные посты в футбольных пабликах, а людей, которые покидают песочные чаты, не становится меньше. Такая ситуация вокруг PS не возникла на ровном месте, а имеет под собой определенные причины, которые несут себе бомбу замедленного действия. Извиняюсь за качество видео, но я их нашел в свободном доступе ВК, чтобы показать масштаб проблемы, так как уже не сказать, что это моя личная придирка. Такие посты вы обнаружите в любом песочном паблике, вы только посмотрите на эту красоту 2014 года, ой, 2021 года. Реалистичные действия на поле, фотореалистичная графика и анимация, которую можно спутать с реальным футболом. Покажи это PS 06, она попросила убить себя, как в фильме Чужой 4. Для наглядности, вот такую красоту как-то пропустил я. И поэтому я решил провести философский анализ игры, который вызван не своим личным желанием стать топ-стримером СНГ, а ситуацией вокруг этой серии игр. Две основные проблемы этого недосимулятора футбола кроются в следующих двух причинах. Сама компания Konami и комьюнити этой игры, речь о которой пойдет дальше. Что значит философский анализ? Я избегу этой релятивистской позиции современного ютуба, когда люди говорят, это мое личное мнение и ни на что не претендую. Выводы ролика добыты из многочисленного опыта игры в PS, из общего моего игрового опыта, из различных статей, посвященных этой игре. А также не стоит забывать про Rock Facts, которые свидетельствуют о том, что с PS происходит ужасная метаморфоза. Поэтому выводы данного ролика объективно и не зависят от чего-либо мнения, в том числе и моего. Я как фанат этой игры с болью на сердце признаю провал данной части. Одна из главных причин такого провала упомянута дихотомия глупости PS-боев и высокомерие Konami. Например, многие фанаты данной игры в связи с низким интеллектом или маленьким достатком не знают никакие другие игры, кроме PS, которые к тому же бесплатны. Вот, посмейтесь. Этот ясно-вельможный пан удивился, как можно играть в старые игры. Но достаточно вспомнить, что выпущенная в 1999 году игра на твиче набирает больше просмотров. Онлайн там активнее, чем в PS, который симулятор самой массовой спортивной игры. Но этого провала нужно жалеть и просвещать, а не смеяться. Ибо представьте, насколько скудна его жизнь, раз игры 2004 года не представляет для него никакого интереса. Он никогда не пройдет такие шедевры, как Fahrenheit, Fable, The Elder Scrolls, Fort Morrowind и другие. По всему, чтобы обзор получился объективным, PS-ку я буду сравнивать с четырьмя играми. С конкурентом PS-ки FIFA 21, с другими играми, которые не спортивные симуляторы, с прошлыми частями PS-ки. Так и существующий вектор развития PS-ки похож на развитие мультисериала «Симпсоны», когда многие фанаты мультисериала после 11 сезона стали называть «Симпсоны зомби» из-за порывания с традициями мультфильма. А также необходимо будет PS-ку сравнить с существующими спортивными симуляторами. В связи с этим, философский анализ игры будет подразумевать следующее. Я покажу помимо достоинств игры, недостатки которых уж слишком много. А самое главное, будет дано руководство к действию, как направить Konami на правильный вектор развития. С добродетельным путем развития PS-ку сбивает в первую очередь весьма специфичная аудитория игроков, которых можно назвать PS-боя. Их полностью устраивает нынешнее положение дел. Они не видят очевидной вещи. Можем предположить, если в 22-й части Konami скажут, что для участия в Майклайбе необходимо будет выполнить весьма странные условия, а именно пассивного участия и в японском традиционном обряде Букаке, то в этом аспекте они увидят лишь хороший геймплей и реализм, и еще добавят, что в FIFA такого нет. Вторая категория игроков, тормозящего развития, это конфорнисты-лудоманы. Они постоянно хвастаются выпадающими игроками в лотереи. Просыщать их, направлять их на пути, сцены ваша основная задача, ибо современные проблемы PS-ки тянутся еще с 2010 года. Для удобства критического обзора PS-ки можно воспользоваться системой оценивания игромании, которая в свое время придумывала очень удобные ориентиры оценивания. Геймплей, графика, звук и музыка, интерфейс управления. В данном ролике акцент будет сделан на геймплее, который в PS-ке состоит с самого игрового процесса и симуляции футбольного матча. Итак, вы решили катнуть несколько матчей в Майклайбе? Давайте посмотрим, сколько мы будем ждать соперника с различными фильтрами поиска. Первого соперника мы ждали почти 2 минуты с выключенными фильтрами поиска. Для второго соперника было выбрано, минуточку, нужно стабильное соединение. И нашелся соперник через 1 минуту. Причем это стабильное соединение ливнуло без поражения на 64 минуте. Так что, можно сказать, минута превращается в целые 20. Эта ничтожество не уйдет даже в бан. Канами этим не занимается. Сука! Стабильное соединение. Стабильное соединение по Канами ливает. Да. Для поиска третьего соперника мы оставили нужное стабильное соединение. Хе-хе. Мы прождали 7 минут. 7 минут. Напомню. 7 минут. Вы обалдеете, что в FIFA происходит в это время. Для четвертого соперника были убраны все ограничения. Ждали мы его почти 4 минуты. Для пятого соперника была выбрана 1-звездочная команда. И было выбрано ограничение по силе команде. И мы ждали его целых 15 минут. А попался новичок. Мдааа. Но. Плюс 1 балл к Пиеске. Знаете почему? Благодаря такому долгому поиску я прочитал произведение города Филипса Лавкрафта Храм. Респект Канами за их заботу о моих литературных потребностях. Давайте сравним поиск с FIFA. Да. Пиес боем будет больно. Погнали. Причем поиск в FIFA был позднее его ночи. Первый соперник 20 секунд. Второй соперник 5 секунд. Третий соперник почти 5 секунд. Четвертый соперник 15 секунд. Причем. Один представитель Канами нагло заявлял, что нам не нужны выделенные сервера. Из всех четырех игр в FIFA нулевал. В Пиеске один из пяти. Было сказано, что в качестве ориентира в критерии оценивания игры была выбрана система игромании. Поэтому вкратце стоит упомянуть интерфейс управления, графику, звуки и музыку. Эти компоненты подробнее будут изучены в следующих видео. По поводу музыки в FIFA и в Пиеске можно сказать, что она достаточно слабая. Вы сравните саундтрек Морринда и Пиеске с Фифой. Та же не дотягивает она и до старых частей FIFA и Пиеске, когда многие люди просто находили любимые музыкальные группы по игровому саундтреку. Давайте сравним звуки со стадиона. Про комментаторов говорить не буду. Они не меняются с 2013 года. Морринда и Пиеске В целом по звуку они примерно похожи. И это единственный, кстати, момент, в чем они и схожи. По поводу интерфейса и управления тут полный ахн в Пиеске. Нельзя управлять даже мышкой в меню. А бесконечные загрузки просто иногда вводят из себя. По поводу графики можно сказать, что это единственный компонент, где Пиеска наглую выше. Хотя это и не разговор, что в Фифе она ужасная, а в Пиеске вершины игрового гения. Это скорее выглядит так. В Пиеске она средняя, а в Фифе она удовлетворительная. Но даже тут Пиеска плопошилась. Вы посмотрите, как трава протыкает шорты при открытии пака. Хотя вот эта херня уже тянется с момента, когда вообще Канами ввела такую систему паков. Также следует сказать, что анимация в Пиеске от Ахиллесова пята. Она однообразна и не всегда реалистична. Правильно заметил мой товарищ, сказав, что в Пиеске игроки будто не бегут на твердой поверхности, а левитируют или скользят по льду. Теперь переходим к самому главному игровому процессу. Давайте рассмотрим несколько матчей Пиески и Фифы и сравним их на реализацию футбольного процесса и оценим геймплей, девочки. Поехали. Для наглядности я вывел гейпат на экран, чтобы вы видели Гандика в деле. В этом матче попался добротно крепкий соперник со средним коннектом. У него рейтинг 881. Матч получился увлекательным и интересным. Сначала я даже немного пожалел, что начал делать обзоры, ибо я получал удовольствие от игрового процесса. Мне удалось забить ему суперзамены, но в матче все равно были неприятные моменты. Например, вездесущий Вера, который на любом уровне делает за тебя всю работу. Хоть я и уверенно победил соперника, но мне пришлось фалить на 92-й минуте, потому что пошла та самая анимация, которая обычно приводит к голу на последней минуте. Второй матч был омрачен не только страдами действиями на поле, но и левалой, хотя были позитивные моменты. Было чертовски приятно так выходить через длинный пас в атаку, однако фалл соперника и неадекватное судейство сделало свое грязное дело. Почему не дали доиграть эпизод? Был смешной момент, когда я просто не отпускал либо пас разрез треугольник, либо же РБ. Можно сказать, в этом моменте я использовал любимый скрипт блики. 8 из 10 были к этому моменту. Забил я ему херню, посудите сами. Возвращаясь к проблеме Вера, посмотрите, что он творит. У моего соперника была возможность сравнять счет, однако наше любимое судейство не удалило игрока за фул последней надежды. Третий матч. Посмотрите на этот апофеоз однообразности и скуда умности моего соперника. Все прекрасно знают этот скрипт гола с центра поля. На мой гол он мне ответил таким типичным для пиески взятием ворот. Я отыгрался и с 82 минуты начался один из самых типичных моментов для этой части пиески, влияние гандикапа. Хотя я и вырвал победу. Посмотрите, я начал дрожить мечом и медленно развивать атаки, ибо я не особо люблю ватакатов. 85 минута. Пас на Дэвиза можно назвать самым гениальным пасом в истории. 87 минута. Упомянутый Дэвиз подарил передачу сопернику. Мне пришлось фалить, и у меня два игрока получили красную карточку. Посмотрите, как у него сделал рывок выдохшихся игрок. Второй удар створ, между прочим. В конце я перепугался, что он ливнет. Четвертый матч получился весьма смешным. Посмотрите на гол, который у вас в подсказках. Сейчас вы увидите фрагмент, который подтверждает, что пиеска берет геймплеем. Потом я опять врубил режим блики, но уже 8 минута. В втором тайме я проверил на гандикап и не забил, что подтвердило мои догадки. И соперник начал делать это. В этом матче свой уровень не попал. Я его выиграл, но обязан показать вам геймплей во всей красе. Вот даже если вы угадаете направление пасса, игра решит, что сопернику мяч нужнее. Своей штрафной я насладился лучшим контролем игрока. А также увидел это. Пятый матч был у судейца от бога. Поглядите. Пятый матч на 39 минуте. А также этот пас по Йоле. Силу которую я вышел почти на все, но он дал ближнему. Руки у меня кривые что ли. Шестой матч я особо показывать не буду. Мне попался Тащер. И матч складывался таким образом. У него на воротах гибрид Нойера и Яшина. У меня кинфеев в матче с Южной Кореей. Потом я начал играть в фифу. И хотел бы вам показать, чего не хватает в пиеске такого, что можно было бы легко вести еще с 14 части. Например, существенный контроль за игроками. Взглянитесь на правый стик. Я управляю вратарьовым игроком одновременно. Также в это сложно поверить, но в фифе можно не забивать себе 3 мяча, а просто ливнуть. Этот фрагмент я включил для того, чтобы показать, что в фифе можно изменить направление паса в любой момент. Обращаясь к судейству. Почему в пиеске нельзя как тут в любой момент прерывать атаку в пользу штрафного? А это старое доброе судействие с пиески. Где красная карточка? Ведь это фол последний. Последний фрагмент я оставил для вас, чтобы показать, как тут оброняться. Игрок встает позже окей для повышения устойчивости. И нет этой бегать не как в пиеске. Забавно, что если раньше все смеялись над фифой, что она очень быстрая, то вы вспомните пиеску и все встает на свои места. А самое главное, за тебя не отбирает и тебе приходится отделать самому. Рассмотрев геймплей пиески, сравнив его с фифой, а также показав основные причины проблемы пиески, предоставляется возможным сделать некоторые выводы. Хотя это лишь первая часть глобального обзора, мы не коснулись многих важных тем. Почему канами лицемерная, что не так с графикой, интерфейсом и так далее. Мы лишь коснулись игрового процесса и пиесочного сообщества. Пиеску нельзя любить как игру или как симулятор футбола. Это некое подобие футбола. Пиеска имеет отношение к футболу, как азурлейн, ко второй мировой войне. Весьма смутная. Однако до пиески можно получить удовольствие, играя в копы, где результат зависит больше от человека, а не от кривого искусственного интеллекта. В плане игрового процесса канами показали, что могут его сделать приятным. Демка 20 части или старт 21 это показало. Однако пиесбой, которым трудно отдавать передачи или выигрывать без гонтика, подтормозят развитие игры.